Сикониса раньше времени стал взрослым. Этот подросток сам собирает дрова, готовит еду и ухаживает за бабушкой после смерти своих родителей, один из которых умер от спида. Сикониса тоже заражен вирусом ВИЧ. Для семей в Свазиланде это практически норма. Я заразился от родителей. Конечно, это было больно, но я живу с этой болью. Я остался без родителей, но многие мои сверстники тоже живут без родителей. И вот неожиданное отступление от ежедневной рутины. В клуб, где занимается Сикониса, пришел Дэвид Беккэм, футбольная суперзвезда, которая теперь почти все время уделяет благотворительности. Дети восторженно приветствовали Беккэма. В этом клубе социальной поддержки все заражены вирусом ВИЧ, который передается от матери к ребенку. И всем им предстоит всю жизнь принимать лекарства. Эти препараты широко доступны, но Свазиланд по-прежнему считается мировым эпицентром ВИЧ. По словам Дэвида Беккэма, главная проблема заставить подростков понять, что они обязаны оберегать своих подруг от заболеваний, передающихся половым путем. Подросткам-мальчикам нужно объяснить, что это могла бы быть их сестра, мать или двоюродная сестра. Поэтому от вируса ВИЧ нужно предохраняться и использовать презервативы. Для многих в Свазиландии вирус ВИЧ остается запретной темой. Мы не можем показать лицо этой девушке, которая заражена ВИЧ, так же, как и почти все члены ее семьи. Она вдоволь испытала на себе жестокое обращение. По словам девушки, некоторые люди, которым она сказала правду, стали рассказывать об этом окружающим и даже ее учительнице. И это было очень больно. Теперь к проблеме ВИЧ, которым заражено так много детей в Свазиландии, добавилась проблема засухи. Как видите, урожай сохнет, а это означает голод. А когда голодают дети, они не хотят принимать лекарства, что, в свою очередь, заметно повышает риск развития СПИДа. Но для нового поколения Свазиленда появилась надежда. Зараженные вирусом женщины во время беременности принимают нужные лекарства, и уровень передачи вируса младенцам резко сократился. Тем временем, Дэвид Бекком успешно использует свой статус знаменитости для привлечения необходимых средств. Его успех в Свазиленде очевиден, но вот как отреагирует остальной мир, это вопрос более сложный.